При помощи чего фильм может передать присутствие другой личности? Как продемонстрировать влияние и контроль над персонажем? Ведь существует столько выразительных методов для передачи субъективных ощущений. Чаще всего авторы хотят, чтобы мы были ближе к героям, ощущали их эмоции и проникались событиями. Почувствовали себя там, внутри этой среды. В какой-то момент в массовой культуре это визуальное разнообразие загнало себя в тупик, аудитория привыкла к кино и к его правилам. Так что, когда мы видим схожее движение камеры, у нас есть два варианта. Ложный или настоящий скример? Да и не так важно, поскольку я предлагаю обратить внимание на кое-что поинтереснее. Это Ли Уанелл, исполнительный продюсер и сценарист серии фильмов Пила и Астрал, получивший мировую славу за сценарий к первому фильму. А еще он вот этот вот парень из сиквела Матрицы. На протяжении многих лет Уанелл находился под покровом жанра хоррор и черпал вдохновение из пережитых ощущений. Тот же сценарий к Пиле был написан во времена лечения от жутких мигреней. И в контексте вышеперечисленного он также находился в тени Джеймса Ванна, его давнего друга и режиссера ранее упомянутых Пилы и Астрала. Вторая режиссерская работа Ли Уанелла, Upgrade, совмещает в себе элементы киберпанка, детектива, экшена и... куда меньшей степени хоррора, а также несколько меняет правила, поскольку использует наши знания о выразительных средствах кино против нас самих и поощряет нас за терпение. По сюжету парализованному парню по имени Грей дают шанс отомстить нехорошим людям за смерть жены. В его нервную систему вживляют искусственный интеллект по имени Стэм, что полностью восстанавливает подвижность героя. Грей начинает свое расследование, постепенно отправляя на тот свет всех тех, кто виноват в его разрушенной жизни. А Стэм помогает ему в этом, поскольку контролирует его тело и в итоге его разум. С точки зрения киноязыка фильм устанавливает со зрителем причудливую связь через работу с камерой. То есть помимо сценария камера становится дополнительным повествовательным уровнем. Это то, чего развлекательное кино в принципе старается не делать. Экспериментировать. У Upgrade именно это и получается. Он дает возможность камере установить функциональные повествовательные взаимоотношения между главным героем Греем и искусственным интеллектом Стэмом. Как фильму это удается, сейчас и выясним. И кстати привет. Вест здесь. На фоне того, как большие студии слишком часто стараются нас удивить, Upgrade как развлекательный фильм занимает довольно интересную позицию. Скажем, блокбастеры стараются удерживать наше внимание, наполняя кадр или всю сцену целиком такой полотностью событий, чтобы у нас не было времени перевести взгляд на что-либо еще. Но часто подобное приводит к ложным акцентам. Событиям, которые ни на что не влияют. В итоге ощущение того, что мы и правда находимся в среде фильма теряется, а история прогрессирует слишком натужно и искусственно. Что приводит нас к быстрому монтажу. Вместо того, чтобы перемещать камеру и создавать события внутри кадра прибегают к частой склейке. К примеру, в среднем длина плана в массовом кино во время действия составляет примерно 3-5 секунд. Нам преподносят одну и ту же информацию в кадре, только с разных ракурсов. Теряется ощущение присутствия и причастности к событию. А все потому, что реже стала использоваться одна из основ постановки на языках. Длинный план. В нем куда сложнее создать постоянную динамику и прогрессию внутри кадра, а значит и создать причины, по которым аудитория не будет терять внимание. Это не означает, что длинный план автоматически создаст убедительную среду и наполнит кадр объемом. Вовсе нет. Это лишь одна из базисных сторон постановки и очень многое зависит от задачи. Например, в комнате страха Дэвида Финчера свободная и медленная камера создавала постоянное ощущение наблюдения за героями, что помогало развитию основной истории о проникновении грабителей в большой дом. С самого начала фильма он был враждебной и отталкивающей средой, но зрителю хочется исследовать его, и Финчер удовлетворяет это желание, создавая сюжетные причины, по которым камера может заглянуть в тот или иной уголок жилища. Или обратите внимание на героическое противостояние армии противников в Олдбое Пак Чхан Ука. Камера перемещается вместе с главным героем, в зависимости от его прогрессии и давления силы противника. Или и вовсе останавливается, когда герой неподвижен. Камера и есть герой. Наша опорная точка внимания. Апгрейд делает всё сразу. Он создаёт причину, по которой наш герой и будет опорной точкой как для камеры, так и для зрителя. В сопровождении практически непрерывного действия со своими собственными правилами. Впрочем, в большинстве случаев в кино проще сделать кат, и для рядового зрителя это тоже будет сигналом прогрессии фильма. Но в таком случае, ощущаем ли мы присутствие персонажей в кадре? Или влияние среды на них? Или может это делает экшен более зрелищным? Довольно часто нет, поскольку как бы мы не хотели рассмотреть происходящее, какой-нибудь условный блокбастер за 200 миллионов долларов нам этого не даёт. Опять же, есть огромное количество авторов, на которых это влияние не распространяется, потому что постановка и требования к ней бывают очень разные. Но во времена массового коммерческого искусства и олигополии от подобных решений сложно спастись. Нужна визуальная свобода и эксперименты. У кино, в принципе, не так много способов создать коммуникации со своей аудиторией во время просмотра. Киноязык ограничен. Апгрейд использует эти ограничения в свою пользу, и благодаря способам съёмки, если не разрушает, то по крайней мере расширяет привычные парадигмы сторителлинга. Как я и говорил ранее, фильм устанавливает дополнительный нарративный уровень, помимо сценария. Уровень камеры. Да, здесь есть традиционная экспозиция, но чаще всего она работает как базовая информация, которая будет использована в будущем. К примеру, Стэм, вживлённый в Грея, раскрывает полный потенциал не только его тела, но и разума. А значит, за новой информацией, элементом детектива, всегда последует конкретное действие. Поскольку полиция не в силах узнать, кто убил жену главного героя, он берёт правосудие в свои руки. Точнее, Стэм делает это за него. Они как одно целое. Опорная точка композиции, действия и вашего внимания. Камера повторяет язык тела, которым сейчас владеет Стэм, тем самым демонстрируя зрителю, что помимо Грея здесь есть ещё кто-то. В отличие от тех моментов, когда Грей парализован. Здесь камера статична, её позиции приземлённые и понятные. Как только в дело снова вступает Стэм, мы видим это. Фильм эффективно воссоздает ощущение видеоигр с перспективой по умолчанию, субъективно привязанной к главному герою, как если бы он был бы Кратосом в God of War. Вплоть до мелкой моторики. Грей наклоняется, камера делает наклон за ним. Он меняет положение, и камера делает то же самое. Можно сказать, что мы это Грей, а камера сам Стэм. Это тот тип камеры, которая сама определяет, на что именно вам нужно смотреть. И в итоге сами битвы и становятся историей фильма, что нам рассказывают. Языком сражений становятся блочные, бесчеловечно эффективные движения. Когда во время первой стычки с противником лицо Грея задыхается от ужаса, от того, что он делает, мы окончательно понимаем, кто владеет ситуацией, а кто нет. Самое главное, что на уровне методов это всё те же общие длинные планы, с внутрикадровым монтажом, который в кино существует уже много лет. А теперь обратите внимание на сцену, где Грей встречает равного по силе противника. Стэм больше не может находить эффективные сценарии для победы. Вместе с тем и камера повторяет одну и ту же механику. Раз за разом перед вами шаблонная визуализация, что сообщает нам о безвыходном положении Грея и пределе его возможностей в этой битве. Это особенно хорошо контрастирует с тем, как противники, что не представляют угрозы для Грея, сняты с более простых ракурсов и ручной камерой, показывая то, насколько их стиль боя небрежен по сравнению с техникой главного героя. Отчасти такие подходы восходят к азиатским фильмам о боевых искусствах, где визуальный язык был направлен на максимально возможную и быструю считываемость происходящего. А сами битвы были диалогом между оппонентами, еще одним уровнем повествования. Разницу в азиатских и западных подходах в сценах экшена ощутить несложно. Достаточно взглянуть на боевые сцены фильмов, скажем, с Джеки Чаном, что сняты на его родине, и тех, что сняты на западе, с его же участием. Несложно заметить возросшее количество монтажных склеек и худшую считываемость событий, поскольку прямолинейная западная культура чаще всего воспринимает битву как просто битву, а не диалог. Да, Апгрейд не делает что-то кардинально новое, но он удачно экспериментирует в том поле, где обычно западное кино старается не рисковать, то есть уделяет достаточно времени самим битвам и их значению, обрамляя все это в уникальный визуальный ряд и устанавливая одно простое правило — не двигать камеру, если на то нет веской причины. В первую очередь нужно понимать, что речь идет об открытой композиции и пространстве кадра. В отличие, скажем, от хардкора, который создавал более искаженное и запертое ощущение прогрессии событий. Сеттинг, тема и количество насилия чем-то схожи с апгрейдом, но в итоге зритель получает диаметрально противоположные эмоции от того, как главный герой идет один против нескольких противников, попутно изучая возможности своего обновленного тела, что приводит нас к координатору трюков в апгрейде — Крису Андерсену. Одно из его правил было то, что актеры не должны бояться делать резких движений во время съемок боевых сцен, даже если они могут нанести физический вред. Далее это трекинг. По словам режиссера, под одеждой Логана Маршалла Грина, в сценах, где было необходимо продемонстрировать явное присутствие Стэма, был спрятан обычный айфон. Кинокамера отслеживала гиропозиции телефона, а впоследствии и актера в пространстве. Это убирает предположение о том, что подобные тилты были сделаны на монтаже. Даже в сцене с сальто это все еще была камера. Трекинг работает и здесь. Посмотрите, как камера в точности повторяет перемещение актера быстрым и скоординированным вращением. Но самым важным и интересным здесь, мне кажется, то, что 1L работал в рамках строго ограниченного бюджета. Снимая фильм, что комментирует автоматизированный мир будущего, где сотни повседневных вещей делается за людей, он все равно сводил массу решений для истории к работающему минимуму. Ограничения порождают креативность. То же самое работает и со съемочной группой, ведь для нее вы тоже упрощаете постановку задачи. Я по себе знаю, как важен диалог оператора и режиссера во время поиска удачного решения. В идеале это синергия, которая позволит вашей задумке сработать наилучшим образом. Особенно, когда у вас нет большого количества ресурсов. А мне кажется, по этой причине решение с живой камерой в апгрейде сработало. Оно считывается моментально на всех уровнях. 1L просто отсекал все ненужное еще на стадии сценария, оставляя некого рода базис или силуэт, что будет понятен всем. Поэтому в своих работах старайтесь отталкиваться от малого. От простых действий, что вы задумали в своей истории. Это порождает веские причины для всего происходящего в ней. А также это необходимо, дабы донести ваше технически сложное сообщение простым и понятным языком. Ведь в итоге сам фильм и есть то сообщение, что режиссер хочет донести зрителю.